добрый день друзья прежде всего хочу сказать что я безумно рад всех вас видеть всех кого знаю и всех с кем познакомился спасибо сколкова за то что могли организовать такое замечательное мероприятие очень полезно для всех я думаю для меня точно и мы поговорим сегодня очень бегло о вибро диагностики и о маркетинговом понятии как предиктивная аналитика попытаемся разобраться что это такое и что может предложить диспетчер в этом направлении куда мне нажимать которая стерна понятно прежде всего хочу сказать что тема вибро диагностики она очень популярна особенно почему-то в последнее время хотя тематика достаточно не новая и ну то есть уже где-то наверно лет сорок наверно прошло времени с момент такого начала бурного развития именно как как отрасли науки что а вот почему-то коммерческие интересы по крайней мере в россии начинают проявляться только сейчас рынок очень большой реально потому что несмотря на то что внедрение в россии не очень много интерес очень большой но к сожалению мало кто понимает вообще что это такое и какой какой какая бизнес выгода в этом есть вот попытаемся сегодня ответить на на этот вопрос в том числе кроме того в россии это отранно даже в россии есть много производителей бибродиагностического оборудования ну по крайней мере наверное пять тире семь компаний по россии только плюс еще иностранные компании с очень богатым опытом в этой в этой сфере прежде всего несколько слов по поводу того по поводу терминологии тут как бы тоже нужно сказать что часто даже не разграничивают вибродиагностику вибромониторинг вообще говорят разные понятия вот вибромониторинг это наблюдение определенных сигналов во времени а вибродиагностика это собственно обнаружение и идентификация дефектов которые можно обнаружить в исследуемых объектах ну во первых какие исследуемые объекты все то что как-то крутится передает какое-то движение то есть это если говорить о металлообработке в первую очередь конечно это подшипники в шпинте это самый главный и и злободневных объект для мониторинга вибродиагностики есть несколько методов различных по своей сути я не буду сильно загружать и сильно окунаться в теоретические какие-то моменты но просто можно сказать что это действительно достаточно сложная штуковина нужно понимать как с этим работать и это действительно научная имеет под собой научное обоснование различные методы со своими достоинствами недостатками можно погрузиться в это более детально наверное не темы сегодняшнего диссертата сегодняшнего выступления преимущества и недостатки у этих методов есть преимущества в общем то понятные мы получаем возможность обнаруживать дефекты в том числе и на самых ранних стадиях то есть мы можем узнать что с нашим оборудованием например с подшипником что-то не так даже без внешних повреждений то есть дефект только начал образовываться а мы уже об этом знаем это сложная задача и в общем то это целая наука как как ее решать но тем не менее это возможно ну и так далее то есть понятно что нужно установить датчики это и плюс и минус потому что не надо разбирать с одной стороны оборудование а с другой стороны иногда очень сложно понять куда эти датчики ставить и сложности могут быть при монтаже есть также недостатки другие то есть недостатки больше следует из особенностей тех методов которые мы используем и сложности скажем так нетривиальности того оборудования которое нужно использовать поэтому как правило это оборудование ну стоит относительно может быть больших денег теперь собственно преимущество давайте говорим первое что мы выделяем то есть мы выделяем три преимущества ключевых вибродиагностики первое это вибромониторинг в реальном времени ну и рассылка каких-то оповещений о достижении запороговых значений в первую очередь мы всегда сможем ответить на вопрос каковы параметры вибрации объекта мониторинг то есть эти данные каждую секунду поступают на сервер а из диспетчера хранятся там и мы можем их использовать для аналитической отчетности для возможно разбора полетов в дальнейшем если у нас какая-то аварийная ситуация произошла мы можем в том числе получить и данные вибрации для для вот этого вот разбирательства второе и это тоже очень важно защита от удара то есть мы можем с помощью оборудования с которым мы работаем оборудование наших партнеров отключить ну точнее подать сигнал на отключение станка в том случае если мы детектируем удар то есть столкновение либо с границами рабочей зоны либо с заготовкой либо какие-то еще такие нештатные ситуации обнаружить с помощью методов вибрации и третье тоже очень интересное но уже более может быть спорное и труднодоносимое до клиента это ремонт по фактическому состоянию у нас принято осуществлять ремонт и об этом мои коллеги расскажут позднее в следующих докладах принято осуществлять ремонт по наработке по сути по наработке машины часов или по произведенной продукции это не всегда рационально потому что в том случае если оборудование может работать и приносить прибыль без технического обслуживания по наработке то можно это делать по фактическому состоянию по тому есть ли в этом необходимость или нет и вот эта информация о том есть необходимость или нет позволяет получить вибродиагностическое оборудование те методы которые мы используем с кем мы работаем Александр Олегович говорил о том что мы работаем с двумя партнерами но мы открыты для сотрудничества и с другими коллегами в первую очередь это коллеги из СКФ это наш наиболее активный партнер очень много идей по реализации различных проектов в плане развития этой тематики в системе диспетчер и это коллеги из фирмы fm и наши отечественные производители компаниями сон ну и опять же повторяю мы готовы рассматривать сотрудничество с другими компаниями для того чтобы разработать протокол обмен и с их оборудованием тоже будет интересно как мы подключаем оборудование то есть говорили о том что действительно необходимо осуществить монтаж датчиков есть в общем то как правило определенные проблемы с этим здесь мы видим на картинке два датчика кучу проводов и вот хотелось отдельно сказать что есть уже беспроводные решения которые позволяют монтировать датчики на магнитной площадке они там передают информацию о сигналах через bluetooth есть определенные особенности монтажа и естественно там проблемы не проблема трудности с питанием которые тоже преодолимы вот уже есть такие компактные беспроводные решения тоже интересно это датчик от компании sky и у нас есть видео где мы как раз можем посмотреть процесс установки в большей части и но определенных преимуществ описание определенных преимуществ вибромонторе пожалуйста давайте посмотрим в этом выпуске мы покажем вам процесс установки запуска и работы датчиков вибродиагностики на токарном станке и результаты обработки полученных данных системе мониторинга диспетчер современный метод вибрационной диагностике основан на анализе параметров вибрации создаваемые работающим оборудованием или являющейся вторичной вибрацией обусловленные структурой исследуемого объекта вибрационная диагностика как и многие другие технические диагностики решает задачи поиска неисправностей и оценки технического состояния объекта сбором и обработкой полученных данных вибродиагностики занимается вибромониторинг. Это технология многократного контроля параметров вибрации объекта с анализом изменений их значений во времени. Также важным условием безаварийной эксплуатации станков является защита от угара. Вибродатчики крепятся максимально близко к подшипникам шпинделя. В данном случае датчиков два, но может быть гораздо больше. Установленный датчик соединяется с контроллером и обеспечивает непрерывный сбор и передачу данных через локальную сеть на сервер. Далее на сервере системой мониторинга диспетчера данные с вибродатчиков обрабатываются. В результате мы получаем объективное графическое отражение статистических данных вибрационных параметров работы станка. Мониторинг параметров вибрации в реальном времени позволяет оценить общий уровень вибрации. Используя аппроксимацию, реализовать механизмы предиктивной аналитики и превентивного ремонта. Важным аспектом является защита от удара, позволяющая защитить шпиндель от разрушающего воздействия в результате ошибок в управляющей программе или в работе оператора. Таким образом, к системе мониторинга диспетчера добавляется еще одна опция вибродиагностика, и работа станка становится прогнозируемой. Мы знаем точно, когда проводить его плановый ремонт, ТО или нагружать заказами в три смены. Спасибо. Короткое видео, где, собственно, часть того, о чем я рассказал. Теперь давайте буквально бегло пробежимся, в чем же, что есть в диспетчере сейчас и в чем преимущество того, что там есть. В диспетчере появляется с текущим релизом, который мы привезли сюда на эту конференцию и который наши клиенты получат при обновлении, которое будет уже в ближайшее время. Появляется экран вибромониторинга, который, собственно говоря, показывает текущее значение или значение за период вибрационного сигнала. И дальше, что интересно, мы можем на нескольких графиках, расположенных один под другим, посмотреть одновременно в одном временном интервале изменение параметров вибрационного сигнала и каких-то других измеряемых параметров, любого из измеряемых параметров или нескольких параметров, которые мы получаем непосредственно с ЧПУ. В данном случае это график скорости вращения шпринделя, который вкупе с вибрационными параметрами заставляет задуматься, почему, например, при большей скорости вращения шпринделя вибрация меньше, а при меньшей скорости вращения больше. Ну, соответственно, такой открытый вопрос, почему так может быть, и это надо изучать дополнительно, но вот это те точки, которые указывает систему уже сейчас на первых, так сказать, шагах реализации. И вот такие графики. Это график, для тех, кто знаком с системой диспетчер, уже более антидально. Это график измеряемых параметров. Мы видим три графика один под другим. Сверху вниз это ток, второй это график полной мощности, и третий это виброускорение. Соответственно, мы можем анализировать уже сейчас корреляцию параметров вибрационных и других сигналов, которые мы получаем со стойки непосредственно, либо со стойки, либо там с наших терминалов. Ну и, наконец, собственно говоря, для чего все это? Как я уже говорил, что есть три ключевых преимущества, и, как следствие, важно посмотреть на то место в системе, в структуре управления цифровым производством, ради чего, собственно, все это делается. Это три контрольных таких точки. Первое — это управление и контроль качества продукции и технологии. То есть мы с вами можем смотреть на изменение уровня вибраций во времени для одних и тех же технологических операций, например, и делать соответствующие выводы, почему у нас какие-то тренды в сторону увеличения вибраций при одних и тех же технологических операциях. Второе — это управление простоями. Соответственно, мы можем минимизировать простое, зная о том, что мы обнаружили дефект на ранней стадии, запланировать каким-то образом мероприятие, то есть остановить станок, если это необходимо, провести ремонт. Ну и, соответственно, управление техническим ослуживанием и ремонтом — это то, о чем я говорил, то есть это ремонт по фактическому состоянию. Ну и на этом такой беглый обзор. Спасибо большое. Давайте перейдем к вопросам. Смотрите, коллега, что касаемо вот вашего вопроса в зал, да, почему на низких оборотах у вас вибрация больше, на высоких меньше, это довольно просто. Вы же, я так понимаю, меряете виброскорость, да? То есть, ну, это, скажем так, это всем известно, что на низких оборотах виброскорость больше, чем на высоких. А вот если бы вы, скажем, мерили виброускорение, то было бы, скажем так, ситуация абсолютно противоположная. Вот это что касается вашего вопроса. Теперь вопрос у меня. Вот смотрите, сделать оборудование, да, и снять какие-то тренды — это понятно. Это все хорошо, и это, ну, только можно приветствовать. Теперь же идет речь дальше. Вот эти ваши графики один под другим. То есть зависимость вибрации от оборотов. Но мы же не знаем, что на этих оборотах происходит на станке. То ли шпиндель крутится в холостую, то ли идет некая обработка детали. Вот. А дальше-то ведь, если идет, допустим, обработка детали, то идут дальше следующие вещи. Инструмент, да, новый или уже изношенный. Второе — скорость подачи, да. То есть вот эти вот все параметры, они очень сильно будут, скажем так, менять вот этот вот тренд, да, и очень сложно определить, то есть ситуация критическая или для данного режима работы станка эта ситуация, ну, скажем так, абсолютно нормальная или допустимая. Вот. Вот хотелось бы узнать, что сделано вот с этой точки зрения. То есть не в плане именно измерений и отображений, а в плане именно аналитики. Вот. Именно, скажем так, именно предиктивной аналитики, которая бы именно подсказывала обслуживающему персоналу, что со станком происходит не так или, ну, в будущем может, скажем так, привести к выходу из строя. Вот. Кстати сказать, что здесь очень нравится, так это то, что защита от столкновений, да, ее, в принципе, ну, можно реализовать довольно легко, то есть, ну, и довольно легко определить, да, то есть некий просто очень высокий максимум взять условно, вот, ну, и по нему уже, скажем так, как определять столкновение с деталью, ну, и экономить большие деньги, наверное, на ремонте шпильдера. Вот. Ну, и все-таки хотелось бы услышать ответ на мой вопрос. Хорошо. Да, спасибо большое. Хороший вопрос. Ну, по поводу вопросов в зал это был не вопрос, это здорово, что вы на него ответили, значит, есть какая-то вы увеличиваете в тематику. Значит, не все спали во время его доклада. Это шутка, конечно. Значит, по поводу вашего вопроса, да, вы совершенно правы, но дело все в том, что то, что я показывал на экранах, говорит о том, что мы любой измеряемый параметр можем вывести, в том числе мы можем в диспетчере показать на временной диаграмме время, ну, отбить время состояния, то есть мы можем ответить на тот вопрос, о котором вы говорили, то есть мы можем наложить технологические операции, по сути дела, на вот этот временной график, мы сможем точно сказать, когда началась обработка деталей, когда она закончилась, мы можем сказать, что это было, работа под нагрузкой или нет. Ну, соответственно, нам нужна еще как-то мощность там, наверное, узнать для этого, чтобы уже на 100% ответить правильно. Но вы правы в том смысле, что важна, ну, то, что называют этим маркетингом словом предиктивная, в словах считаем, предиктивная аналитика, так вот мы, собственно говоря, надеемся на следующие шаги вместе с нашими партнерами и с нашими клиентами, которые помогут нам вместе разобраться на реальном производстве, как построить и сформулировать вот эти предиктивные методы и алгоритмы, потому что для предиктива в любом случае нужна история накопленная. А когда мы говорим о внедрении, мы не можем сказать, что вот если у нас пороговое значение, например, ну, не знаю, виброускорение превышено, значит все плохо, все, выключаем свет, все, грубо говоря, расходимся, выключаем станок. Это будет неправильно, то есть это будут ложные срабатывания в большем... То есть мы сделаем хуже, чем вообще без вибродиагностики. Поэтому, ну, тут есть над чем работать. Есть еще вопросы, очень если коротенькие, то на минутку буквально. Да, с вашего позволения, буквально в двух словах расскажу историю. Вот как раз про вибро-диагностику, перскематурный завод, у меня зовут Евгения, значит, к нам однажды пришла одна фирма, ставится таким же предложением, не буду говорить какая, чтобы это не было как реклама или антиреклама. И служба механика сразу напрямую на станок поставили в качестве теста, значит, такую систему. Прошло какое-то время, естественно, никто особо так не придавал значения. Через какое-то время они пишут нам письмо, письмо точнее самому директору, и говорят, вот видите, много-много графика, много-много точек, и вот красная точка, это значит, как бы у вас станок должен был врезаться по сценарию, на самом деле мы его спасли, не врезались там, желтые, это, грубо говоря, какое-то покоречисление, ну и много у вас было различных всяких отклонений и так далее. То есть ваши программисты плохо работают, вы не знаете, как режимы назначать, вы не знаете, как вас не пропустить и так далее, мы вам нужны, нужны, нужны купить и купить. Так вот, когда начали, я это все так быстро рассказал, поэтому вроде так выглядит очевидно, и как бы что-то такое. Понятно, что процесс был во времени больше растянут, то есть когда начали задавать комплектные вопросы, почему вы назначили такой-то параметр? Ну не знаем, лезем в мануал, ничего такого не сказано. А почему такой-то параметр? Ну не знаем, как бы, то есть понятное дело, что всегда можно занизить в этом случае параметры, привести их к рулю, чтобы, то есть от пролетающего самолета, на 110 тысяч километра метров, станок срабатывал, вставал в ступор, и все как бы подпрыгивали, то есть а вот наша система предотвращает. Так вот, в связи с этим вопросом, вот в этой системе спидки, то есть станок, там, способлений и так далее, какую вы, как бы, звено пытаетесь все-таки сохранить, то есть жертвым чем инструментом, оснасткой или станок, есть ли в этом какое-то все-таки научное какое-то там обоснование, расчетное, чтобы можно было все-таки верить на одном языке, что этот параметр назначает именно так-то, потому-то, потому-то. И второй вопрос, значит, и второй вопрос, значит, является ли это предпосылкой для того, чтобы потом технорям, технологам решать вопрос, когда мы смотрим на этот, грубо говоря, мониторинг обороны, мы все же быстро понимаем то, что просто систему, которая подглядывает за станком, как бы, да, то есть внедрять, ну, не очень интересно, потому что дальше стоит вопрос, и что дальше, как бы, то есть, если где-то организационные моменты, там, нет инструмента, то, понятно, там очень нужно отводить поставки, нету того-то, значит, у того, и тут это организационные. А технические, то есть технологи, как, например, дальше назначать режимы, отрезание, обработку, оптимально по физическому состоянию инструмента, и так далее, чтобы это было объективно, а не какие-то в работе работы. Так, хорошо, спасибо большое. Я отвечу очень кратко, и мы на все, на то, что я не отвечу, мы с вами продолжим отдельно, да, потому что, ну, у нас тайминг. Я не буду раскрывать всех карт в том смысле, что вот у нас очень много планов с ребятами из СКФ. Ну, в двух словах просто скажу. Для того, чтобы ответить, ну, решить ту задачу, о которой вы сказали, ну, во второй части, да, своего послания, нужно, вот как мы себе это видим, нам нужно уметь передавать часть данных в систему вибромониторинга. Потому что, ну, вот эти ребята, которые занимаются вибромониторингом, они очень хорошо представляют, как подвести сюда их опыт и их знания для того, чтобы на основе корреляционного вот этого анализа, который мы видели здесь просто на графиках, выдать результаты, сказать, что все, пора отключать станок, или же, если мы будем передавать какие-то другие данные, сказать, что этот режим резания неоптимален, нужно что-то делать и отдать нам в систему мониторинга вот эту вот обратную связь, которую мы можем, в свою очередь, предоставить пользователям нашей системы. Спасибо, Саша. Я отчасти ответил на ваш вопрос, все остальное за рамками, да, спасибо большое. Давайте поблагодарим Александра Лизункова и даже...